В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте в студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. В муниципалитете прошел день добрых дел. Одно из предложений было, конечно же, посадка деревьев и озеленение нашего городского округа. В Центральном парке открыли теплый сезон. Очень весело здесь, интересно. Много розыгрышей. В Видновской гимназии состоялась образовательная выставка по ступе. К нам сюда приехали вузы, высшие учебные заведения, колледжи. В Подмосковье по инициативе губернатора прошла масштабная акция «День добрых дел». Активно приняли участие в благотворительном мероприятии жителей Ленинского городского округа. Наша съемочная группа побывала у кинотеатра «Искра», где прошла посадка хвойных деревьев. День добрых дел разогнал тучи над городом. И акция по посадке хвойных деревьев у кинотеатра «Искра» состоялась. В экологическом мероприятии приняли участие представители администрации, советы депутатов, организации, служб униципалитета, а также неравнодушные жители Ленинского городского округа. У нас очень активные жители, и порядка 10 тысяч обращений мы получили от жителей разных, с предложениями, из которых выбрали самые массовые. Одно из предложений было, конечно же, посадка деревьев и озеленение нашего городского округа. Также сажали молодые сосны и ели, учащиеся в видновских школах, для которых учебная суббота стала днем помощи тем, кому она особенно необходима. Большое количество наших ребят предложило позаботиться о наших ветеранах, о семьях, у которых отцы и братья на СВО находятся. Они пришли к ним с подарками, с чаепитием, с предложением помочь убраться или сделать что-то еще доброе. Гимназистка Мария Крикунова принимала участие в подобном мероприятии впервые. Очень гордится, что посадила ель прямо у входа на Аллею Славы. Я никогда не сажала такие масштабные деревья. Необычные. Такое же чувство гордости за посаженные деревья испытывает и Ирина Архангельская. Заместитель председателя Совета депутатов считает зеленые насаждения символом преемственности поколений и заботы о будущем города. Я как-то здесь шла, и бабушка шла с внуком. И он говорит, что-то он там и там говорит, посмотри, какие ровненькие елочки, какие пушистые, красивые. И действительно было очень приятно. Даже гордость взяла, что действительно мы что-то сделали. Делаем же для себя, для следующих людей, для поколения. И потом вообще эти такие вот мероприятия, они как-то сплачивают, объединяют людей. Всего на данном участке было высажено 40 елей и 10 сосен высотой около 4 метров. Молодые саженцы стали удачным продолжением «Хвойной аллеи» у кинотеатра «Искра». Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Сезон лета в Подмосковье объявляется открытым. В Центральном парке запущены аттракционы, включены фонтаны. А для гостей была подготовлена развлекательная программа. О том, как в «Видном» встретили теплый сезон, узнала Инга Инчук. Пока взрослые и дети встречали теплый сезон, представители Совета депутатов Ленинского округа проверили работу Центрального парка и осмотрели территорию на предмет чистоты и порядка. Попробуем сегодня с коллегами посмотреть, прежде всего, за убранством и как мы хорошо подготовились к открытию за убранством наших парков. Сегодня все депутаты работают, объезжают свои территории, смотрят на чистоту дворов, улиц, придомовых территорий. И, конечно, потом, когда уже мы все закончим, вместе с детьми придем сюда покатаемся на аттракционы. Мы открываем сезон в наших парках, в нашем прекрасном парке, в Центральном парке, многолюдно. Вот фонтаны уже работают, аттракционы, детишки приходят веселяться. Я надеюсь, что весь сезон будет проходить так же многолюдно, так же приятно. Обязательно вернусь с семьей на прогулку по этому парку. Открытие летнего сезона в самом разгаре. В Центральном парке прошли ярмарка, выставка картин, проведены мастер-классы для детей и взрослых, а на сцене выступили артисты с песнями и танцами. Выходной в парке без концертов представить уже сложно. Площадка притянула к себе множество зрителей, которые подпевали артистам и с интересом следили за номерами танцевальных коллективов. В зоне мастер-классов своими руками можно было сделать украшения, создать аппликацию или открытку. Капитошки делаем. Квилингом мы занимаемся. У нас много разнообразных мастер-классов. В данный момент девочки делают именные браслеты. Ира Кустова, пользуясь возможностью, решила сделать приятный подарок другу. Что делаешь? Браслетик. Что на нем будет изображено? Сердечки, улыбочка и его имя. В мастер-классах охотно участвовали не только дети, но и их родители. Двое дочерей Татьяны Симонович захотели сделать своими руками игрушку. Мама не осталась в стороне и присоединилась. Расскажите, что делаете в данный момент? Капитошку. Почему решили поучаствовать в мастер-классе? Дети захотели. Я с детьми. Евгения Потапкина пришла с сыном и даже наметила план мероприятий, который им было необходимо посетить. Решили посмотреть. Очень весело здесь, интересно. Много розыгрышей. Капались на аттракционах пока только. Сейчас пойдем смотреть выставку картин и слушать оркестр. Открытие теплого сезона удалось. Приходите в парки Видного. В выходные здесь будет много интересного. Инга Инчук, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Для того, чтобы ученики с 8 по 11 классы смогли получить всю необходимую информацию об учебном заведении и будущей профессии, уже в шестой раз в округе провели образовательную выставку «Поступи». 37 вузов, студенты этих вузов, профессорско-преподавательский состав. И все только для того, чтобы наши школьники сегодня буквально распахнули двери своего завтра. Сегодня я каждому желаю познакомиться с вузами, которые приехали к нам на выставку. И, конечно же, найти тот самый свой маршрут движения вперед. Организатором мероприятия традиционно выступает местный филиал торгово-промышленной палаты Московской области при поддержке администрации Ленинского городского округа. Форум проводят с 2019 года. И с каждым разом он собирает все больше участников, как абитуриентов, так и представителей учебных заведений. У нас такие учебные заведения, как МГЮА, университет Косыгина, Росбиотех, МГУ стандартно к нам приезжает, МФЮА, финансовый университет, несколько спортивных, Пироговка к нам в этом году приехала. Наше достояние у нас в этом году приехала Бауманка. Она, в принципе, не сильно куда-то ездит. Это Московский энергетический институт. Такая выставка удобна тем, что можно выбрать учебное заведение, не выезжая из-за предела Ленинского округа. Мы вообще ставили перед собой задачу и цель, чтобы наши ученики не ездили по Москве, уезжали в другие области Московской области, а чтобы к нам сюда приехали вузы, высшие учебные заведения, колледжи и представили весь спектр того, что они могут сделать. Старшеклассница Ульяна Гатчина приехала на выставку «Поступи» из Мисайловской школы номер один вместе с классным руководителем. Пока она не определилась, в какой вуз будет поступать – в медицинский или в хореографический. Возможно, благодаря выставке она сделает правильный выбор. Я спрашивала, во-первых, о направлениях, какие у них есть в вузах подготовки. Там, где хореографическое есть направление или медицинское, я спрашивала уже баллы, спрашивала, когда они открыты дверей, какие документы нужны, всю информацию, которая возможна. Кроме того, для будущих абитуриентов подготовили мастер-классы, а также дали рекомендации для успешной подготовки и сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Медицинская сестра Марина Кучерова отметила 80-летний юбилей. Со знаменательной датой ее поздравили коллеги, администрация и наша съемочная группа. Марине Кучеровой 80. И вот уже 40 лет она трудится в амбулатории поселка Развилка. Она считает, что главные качества медицинского работника – любовь к профессии и внимание к людям. И немножечко быть психологом. Надо видеть, кто перед тобой и как с ним разговаривать. Вот тогда у вас будет контакт. С детства Марина Васильевна мечтала работать в медицине, поэтому прошла курсы медицинских сестер от Красного Креста. Она всегда добра к коллегам, помогает новеньким в коллективе, обучает нужным навыкам и дает советы, как общаться с пациентами. Когда я пришла сюда, меня приняли очень тепло, быстро помогли адаптироваться, в чем оказало мне большое содействие наша драгоценная Мария Васильевна. За все то время, которое я работаю, у меня всегда только положительный отзыв о ней. Поздравил заслуженного работника заместитель главы округа Герман Колыванов. Он вручил юбилярше букет цветов и подарки от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы округа Станислава Катарова. Всю жизнь, можно сказать, посвятить помощи людям. Посвятить 50 лет, да. Спасибо вам большое за ваши труды. Василий Гордеев, депутат Ленинского городского округа, также поздравил Марину Васильевну и пожелал ей крепкого здоровья. А коллеги подарили имениннице портрет и сказали много добрых слов в ее адрес. Мы очень ценим ее, гордимся ее за ее опыт, за ее стаж работы, за ее отзывчивость, ответственность и за ее добрые человеческие качества. Марина Кучерова, несмотря на свой почтенный возраст, уходить с работы не собирается. Признается, что она заряжается энергией от своих пациентов. Олеся Мордвинова, Кирилл Иванов, Гульнар Балаева, Видное ТВ. Набирает обороты чемпионат Московской области по футболу. После четвертого тура клуб «Металлург» «Видное» занимает первую строчку турнирной таблицы. В последней домашней игре нашим ребятам противостояли спортсмены из команды «Витязь-Подольск». 3-0 в пользу черно-красных. С таким счетом завершился этот домашний матч. В отличие от команды «Металлург» «Видное», «Подольский Витязь» обосновался лишь в середине таблицы. Тем не менее, гости продемонстрировали на поле настоящую волю к победе. Но все их попытки атаковать ворота противника разбивались о надежную защиту. Мы делали все возможное, забивали голы. Потом, получается, я тоже вклад свой внес в это. Поэтому все работали и пытались вывести в победе нашу команду. Что у нас, собственно, и получилось. Стоит отметить, что свой успех наши ребята закрепили на выездном матче с командой «Зоркий Красногорск», заработав три очка. При этом в свои ворота «Металлург» «Видное» вновь не пропустил ни одного мяча. Сейчас команда возглавляет турнирную таблицу. Ближайший конкурент – футбольный клуб «Красное знамя» – отстает от лидера на два очка. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова